Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. Начинаю новый влог. Начинаем мы с вами в ванной. Сейчас расскажу, что будем делать. Будем мы сегодня краситься, потому что уже какой-то опять вернулся желтый оттенок волос. Отросли корни. Кто-то мне сказал, проглядывает у меня седина девчонки. Она у меня с 18 лет, у всех по-разному. Это генетика. Так, у нас с вами краска Point. Я уже показывала вам, что покупала ее. Но теперь я хочу чисто 861 оттенок. Где-то оттенок указан. Положили неизвестно что. Вот, 861, блондин пепельный фиолетовый. Про эту краску тоже много раз рассказывала. Заказывала на Ватберис. Цена была 150 рублей. Сейчас она около 190 рублей стоит. 190-200, в общем, цена периодически меняется. Надо мониторить, смотреть. Приготовила баночку, приготовила кисточку. Сейчас будем все разводить. Окислитель тоже буду использовать родной, потому что в прошлый раз использовала не родной. И разбавляла полторашкой из Телевской. И мне результат не понравился. Там очень слабый окислитель. Хотя где-то шестерка на выходе получилась. И не взяла краска, так как взяла меня в первый раз, когда я красилась с родной. Поэтому хочу именно его. По-моему, здесь шестерка, если я не ошибаюсь. Сейчас распечатаем. Да, здесь шестерочка. Окислитель. И в упаковке у нас с вами две краски. То есть большой объем краски мы с вами получаем за такие деньги. Мне очень понравилось. И парикмахер мой, Катюша, тоже сказала, что краска неплохая. Очень даже неплохая. Волосы не сжет. Они у меня вообще в нормальном состоянии. Последние два раза я красилась ей. Волосы не сжет. Кожу головы тоже. Ну, чуть-чуть поджигает родной окислитель. Мы посмотрим. В общем, вот такие два тюбика. Я выдавливаю в баночку. И весь баллончик окислителя. Вот такой объем краски получился. Предостаточно для моей длины волос. И даже если у вас волосы где-то вот такой длины, вам тоже хватит. Потому что у меня прям волосы в ней купаются. На среднюю длину, на короткие волосы. Ну, короткие вообще одного тюбика. Хватит половины тюбика окислителя. Краска 861 имеет такой сиреневый патон. Она очень круто нейтрализует желтизну. Мы с вами ее раньше смешивали с 8-1. Сейчас мне захотелось ее в чистом виде. Изначально на восьмерке волосы темные. Потом они после третьей-четвертой помытки начинают светлеть. Стойкая ли краска? Да, стойкая. Достаточно стойкая. Вот если сравнивать, даже, мне кажется, Фаберлик Эксперт Колор ей уступает. Хотя там вырви глаз. Замешали, пока она беленькая. Наносим с вами... Она вонючая. Она попахивает. Как вонючая? Она попахивает, скажем так. Но все в пределах разумного. То есть я в ванной прям не задыхаюсь. Мы с вами по проборам прям вот так будем наносить. Без использования расчески. Потому что я вам уже сказала, что и на сухой. Потому что краски предостаточно, чтобы каждый волосочек хорошо прокрасился. Вот таким вот образом. Закрашивает ли она седину? Да, закрашивает. То есть у меня к ней вообще никаких нареканий, поэтому я пока плотненько сижу на этой красочке. Как следует все прокрашиваем. Перекидываем волосы и по проборам. А сзади еще проще. Сзади вообще можно руками намазать. Когда краски достаточно, с этим проблем никаких нет. Краска уже сиреневая. Пока я свои гаджеты мыла, уже голова стала сиреневой. Прям сиреневая плохо вам камера передает. Вот так, да. Классно. Классно. Я очень люблю этот цвет. Ходим с вами полчаса. Да. Потом будем смываться. Вот такая я уже сиреневая. Темненькая, сиреневая. Красивый цвет. Мне пока все очень нравится. Будем смывать и покажу. И покажу вам. Был запрос косметичка месяца. У меня, правда, нет косметички. Бальзамчик сейчас покажу, который буду смывать. Но она у меня была, когда я работала. Да, сейчас нет никакой необходимости таскать косметику свою, поэтому она у меня стоит в одном месте. Покажу вам, что у меня там стоит, чем чаще всего пользуюсь. Бальзамчик вот этот вот поинт. Он оттеночный. Ну, я сильного эффекта от него не заметила. Он шампунем смывать не буду, потому что волосы были чистые, да. Смой при помощи вот этого бальзама. Вот таким образом выглядит у меня полочка с косметикой, которой я пользуюсь практически на ежедневной основе. Здесь у меня стоит Фаберликовский Океанум мист. Разбрызгиваю. И на кожу, и на волосы, и на лицо чуть-чуть. Осталась еще вторая бутылка в использовании. Артикулы вам показываю. Так, мисс для тела. Недавно где-то Ксюша нашла его. Надо доиспользовать. Мангой попал. У меня, кстати, очень распыльный какой. Представляете? Вы просто где-то его недавно откопали. Так, здесь у меня нано-пемзе лежит, Фаберлик. Отзыв о ней не поменяла. Она действительно крутая. После использования промывая под проточной водой, кладу, сохнет. Все, чики-пуки, супер. Так, здесь у меня стоит, девчонки, хайлайтер от Artvisage. Кстати, очень классненький, палетка, которой я не пользуюсь, но она у меня лежит от Catrice. Господи, как называется это они? Ну все. Консилеры. Так, здесь у меня палетка. Вы очень часто спрашиваете, что на веках, когда я пользуюсь вот этой палеткой. Это палетка от Revolution. Она очень крутая. Здесь классные оттенки. Я ее безумно люблю. Прям такая ходовая. Цвет. Девчонки, а где здесь тонн? По-моему, это лимитка. Я не знаю. В общем, вот такая вот палеточка. Фаберлика с этой палеткой стоит. У меня здесь тоже на веках не пользуюсь. Вот эта вот, о, какая-то. У меня ее Ксюша брала, Артику. Она делала, какая чистая. Она делала слаймы цветные. Так, дальше у нас с вами, естественно, любимый кушон. Ну, не осилу, а уже со вставочкой 6641, со вставочкой Baby Face. Там мы сюда с вами вставляли. Здесь у меня вот такая вот, вот такие вот шарики. Я вам уже говорила, что это бронзер. Артикул. Что они не откроют, наверное, на одной рукой, девчонки. Они вот классные. Мне нравятся. Я ими сейчас пользуюсь. Безумно нравится холодный финиш, контуринг этим средством. Но здесь такое количество блесток, что просто трындец. Еще я хочу самые маленькие шарики, которые выступают в основном в роли хайлайтера, вытащить и выкинуть. Вот такая вот штука. Как бы оттенок мне безумно нравится. Но блесток вообще просто мрак, девчонки. Так, там у меня от Ифраши лежат румяшки. Надо их, кстати, использовать уже. Лежат бесконечное количество времени. Тон, кому интересно. Очень классный, кстати, освежающий получается румянец. Дальше моя любимая палетка Glam Team, где я уже практически израсходовала свои любимые оттенки. Это перевыпуск. Не перевыпуск, нет перевыпуск. Это у нас круглящая артикула. Здесь нет, но она у нас такая одна. И у меня Ксюша ее тоже уже брала. Делать цветные слаймы из косметики ей захотелось. Я ей разрешила, потому что самый ходовой оттенок, вот этот он, у меня уже закончился. Это Ксюша вот говорила, брала. Хайлайтеров у меня это Octima, пудрой я не пользуюсь вот этим оттенком. А вот этот вот любимый, он без блестка, вот этот с блестками. Мало того, что он закончился, еще не закончился, отсюда набирать его уже неудобно. Только как тени использовать. Потому что все рефилы расположены очень близко друг к другу. Если брать кисть для контуринга, мы зацепляем другой рефил. Это неудобно. Я ее из-за этого больше брать не буду. Буду брать, если это только кругляши. Поэтому я уже отдала Ксюше. Она играется, делает что хочет с ней. Оттенок румян здесь удачный. Но пока почему-то такими не хочется пользоваться. У меня все это дело по настроению. Там не будет доставать, девчонки, вваляется вот эта же ордина. Она мне не понравилась. Рука к ней не тянется. Не знаю, тоже Ксюше, наверное, надо им играться. Сыворотка у меня здесь стоит. Зачем-то надо вон ее поставить. Вот так. Дальше расчески. Что это у нас еще за палетка? А, это, господи, девчонки. Что это за палетка? Что это за производитель-то? Я уже забыла. Вивьен Собо? Нет? Эвелин. Эвелин, Эвелин. Эвелин. Палетка, кстати, тоже удачная. Оттенки классные. Но вот видите, она не грязная. Она вот так вот замызгивается со временем. Она очень симпатична. Так, здесь у меня большое обилие карандашей. Я пользуюсь в основном сейчас только вот этим коричневым лайнером от Фаберлик для стрелки 5789. А так тут есть и для двух. Я, в общем, так все наставила кверху, чтобы видно было те и корейские есть, и китайские, и Фаберлик. Много лайнеров всяких. Ну вот я показываю вам то, что у меня в ходу прям вот каждый день. Так, тушь у меня в каждый день фест-класс коричневая. Я уже об этом несколько месяцев подряд говорю. Вы все равно спрашиваете, что у тебя на ресницах. 5372. Так, про помадку про этого спрашивали. Это у нас с вами с Алиэкспресс, по-моему. Фокалюр. Фокалюр. На обзор присылали 103 оттенок. Очень крутая. С матовым финишем. Сейчас покажу. Вот такой оттенок. Нюдовый. Сейчас своди сделаю, девчонки. Она, правда, у меня уже давно. И подсыхает, но она крутая. Оттенок крутой. Губка вкрыта. Здесь у меня от Катрис Корректор. Иногда, когда прыщики, я им пользуюсь удобной. По-моему, на рандовом мы с вами заказывали его. Так. Сиреневым от Джордин пока не пользуюсь лайнером. Не тянется руками. Так, что у нас тут с вами еще? Здесь у нас тени стоят. Вот прям три штучки любимые. По настроению пользуюсь. Хотела сказать галактическое путешествие, но они у нас уже с вами не галактическое путешествие. Те оттенка самые крутые. Я их прям обожаю. По артикулам. Сейчас самый светлый у нас с вами, самый крутой. 5783. Так, следующий. Розовое золото, по-моему. Или нет? Я забыла, как он называется. Не буду вас водить в заблуждение. Этикетки специально не отрывала. 5786. Так. Вот этот, наверное, розовое золото. Он у нас с вами. 5784. В общем, самая любимая. Пользуясь ими часто. Мне кажется, их вообще на всю жизнь хватит в таком объеме. У меня всякие пробники валяются. Помадки, которые мне не понравились от Фаберли. Бальзамчики дорасходуем с Ксюшкой. Вот это вообще вещь. Просто вещь. У меня второй в запасе стоит от Фаберли. Праймер для губ. Просто на него уже писала в Дзене. Если что, там и артикул есть. Один допользовали почти. Помадка от Эйвен, которая периодически в ходу, которую люблю. Которая красненькая. Вот такая. И красный цвет, освежающий, красивый. Очень люблю. Поэтому она у меня здесь стоит. Так, у меня какой-то тут тоник стоит. Так, что у нас еще с вами новинки. It's Clear. Пользуюсь. Да, они, правда, совсем не стойкие. Быстро стираются. Сыворотка Варио стоит от Фаберли. Моя с Ксюшей в маске добавляем тканевые, когда делаем. Классная, кстати, сыворотка рекомендую. Косметичка. А почему у меня тут вот уходовые, да, девчонки, стоят? Так, что еще? Что еще? Бальзамы пытаемся расходовать в Фаберли. Но они мне не нравятся. Но мы пытаемся. Кисти здесь у меня стоят. Расческа для начеса. Безумно крутой тональный крем. Уже у меня колпачок кто-то заиграл. Крестюшка, наверное, от Аравии. Мы с вами обозревали его. Аравия Лабораторис. Он очень крутой. Он у меня вот прям самый крутой крем, который я пользовала. Девчонки. Артикул А054 в моем оттенке. Круто подстраивается под тон кожи. И, не знаю, делает лицо каким-то фарфоровым, идеальным. В общем, это любимчик мой. Вот он у меня стоит. Ксюш, где-то недавно нашла. Духи и фраше стоят. Вот эти. Так еще у меня стоит тут освежитель типа Energy. Стоят красненькие духи. Я теперь зеленые хочу. Вроде на складе появились. Сейчас заказ буду делать. Не знаю, урву, не урву. Ну вот и, в принципе, все, девчонки. Вот так вот это все дело у меня тут выглядит. Какие-то мелкие пробнички я сюда распихала. Сайт Рандуу все время присылает. Я ими пользуюсь. Он неплохой, кстати, крем. Вот. По помадкам. По помадкам еще чем пользуюсь активно. Это жидкая губная матовая помада. Очень крутой оттенок. Вы тоже спрашиваете, что на губах. 404,62. Классный. Так, она у меня была еще в других оттенках, но я ее куда-то потевала. Праймер для ресниц у меня тут я ими не пользуюсь. Хотя вроде эффект от него более-менее есть. Что-то тут еще завалилось. Я даже не знаю, чего. А, как не знаю. Это еще одна помадка тоже. Она просто глубоко. 408,74. Это два моих любимых оттенка. Очень классные, очень крутые. Показываю вам цвет при искусственном освещении. Потом покажу при естественном. Он шикарный. Он шикарный. Таким с фиолетовым, что ли, отливом. Слегка. Я обожаю. Такие оттеночки. Очень красивые. Вот так, да. Вот. Вообще. И вот при естественном. Камеры, чтобы вам не соврало. Смотрите, какой красивый цвет. Кажется, вам даже камера почему-то слегка теплит, что ли. Поймать освещение. В общем, он шикарный, девчонки. Он действительно шикарный. Очень крутой. Вот. Вот так, наверное. Более-менее. Вылезти на улицу. Классный. Вообще, я очень рада. Безумно крутая краска, безумно крутой цвет. Прям рекомендую от ушей. Хотела показать вам одну крутую несмывашку для волос. Девчонки, кто-то из девчонок мне в телеграм посоветовал. Это прелесть. Прелесть профессионал. На озоне брала абсолютное восстановление сухой спрей-масла. Так по названию забивайте. Мгновенное преображение. Он действительно прикольный. Он такой сухой, как лак. И дарит волосам блеск. И вообще не утяжеляет. Вот действительно классный. Так что берите, девчонки, на заметку. Мне очень понравилось. Вообще никакого утяжеления. Блеск, здоровый вид волосам. Прикольная штука. На этом буду с вами прощаться. Если влог был вам интересен и полезен, обязательно ставьте лайк. Пишите свои комментарии. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok